Всем привет! С вами канал Механик Игровой, и сегодня мы рассмотрим мои находки в самом большом архиве GTA San Andreas, который называется GTA 3 Ing. Давайте начнём. Для большей причастности подвальчика на заброшенной взлётной полосе авиации в целом, дизайнер разместил несколько старых фотографий самолётов на стену. Вот оригиналы этих снимков. Это фотографии спортивного самолёта 30-х годов GBZ-4, GBR-1 и R-2 с пилотами Рассел Бордмен и Ли Гилбах. На зоне 69 не единожды мы можем встретить устройства с кнопками и экранами, создающими атмосферу сложных и непонятных нам технологий на протяжении миссии Black Project. Эти компьютеры не что иное, как аналоговые осциллографы и генераторы метки времени или частотомеры фирмы Tektronix. Конкретно игровые исходники в поиске найти не удалось, лишь подобные снимки. А вот текстурка набора фотографий тарелок NLO. Некоторые из них это исторические нашумевшие снимки из разных точек мира, легко поддающиеся поиску в интернете. В архиве GTA 3 присутствует текстура двери с единственной подписью граффити артиста, который наверняка персонаж из реального мира, так как теги одноименного художника имеют крайне похожее написание, как и в игре. В инстаграме рисунки с таким же тегом встречаются даже в реальном времени, но я не могу точно утверждать, что они принадлежат тому самому Мадеру, который рисовал как минимум ранее 2004 года. Крайне интересное наблюдение по поводу вымышленной сети фастфуд ресторанов Burger Shot. Начнем с того, что стенд с расценками мало что не соответствует акционному его заголовку, так еще и имеет единую стоимость на все позиции, невзирая на их разницу в размере. А теперь касательно текстур бургеров. Тот самый вращающийся гамбургер на крыше заведения, это известнейший вупер для левшей 1998 года из бургера Кинга, который использовали как шутку на 1 апреля, анонсировав его как бургер с полностью отраженной слева направо начинкой и более удобный для левшей, невзирая на то, что он в принципе круглый и его можно вертеть как угодно. Верхняя и нижняя часть бургера точно позаимствована у фотографа Burger King, а вот поиски среднего слоя у меня не увенчались успехом. Второй бургер из вывески за стеклом, это толстый бургер с беконом из ресторана Карла Юниора и Харди. А третья текстура, используемая в самих гамбургерах, это самая популярная фото Биг Мака из ресторана Макдональдс. Магазин игрушек в восточном Лос-Сантосе содержит изображения Пикачу, Сквиртола и Эша из мультфильма Покемон, а также портреты Микки Мауса и Минни довольно старого стиля, исходники которых мне не удалось найти. Табличка с предупреждением об электрическом ограждении в аэропорту Сан-Фьерро в игре выполняет роль декорации, так как к ограждениям можно свободно прикасаться. Такие таблички производит английская компания Orgel Fencing and Timber Limited, как и сами оградки, ворота и опоры. А вот дренажные люки, как этот, производит компания Ballantyne Castings. Но, увы, этот люк, как и все иные подозрительно качественные текстурки данного TXD файла, не имеют применения в игре. Статуи перед входом в казино Каллигулы – это Ника Самофракийская, древнегреческая мраморная скульптура, сейчас находящаяся в Лувре. Постамент в виде носа корабля не соответствует игровому ни цветом, ни формой. В баре Lil Prob алкоголь слегка напоминает виски от JB и еще есть бутылка Johnny Walker Black Label. Но это всего лишь догадки, так как небольшая разница в этикетках есть, даже несмотря на то, что сравнивать тяжело, исходя из слишком маленького размера в текстуре. Есть такой вот ресторанчик Хобо, стилизованный под железнодорожный вагон. Вывеска ресторана – это аналог железнодорожного столба из ресторана Керни, как и сама форма заведения. А вот реально существующих ресторанов с названием Хобос в США несколько, но ни один из них, скорее всего, не имеет связи с игровым. Хобо – это странствующие рабочие в США, катающиеся безбилетно в товарных вагонах. Гантели и штанга в спортзалах имеют текстуру ящика от магазина Cherry Popper, а также гантеля содержат несовершенную модель, в которой конец грифа штанги пустой и проглядываемый насквозь. Еще в названии картинки TXD файла есть небольшая опечатка, которая дублирует букву И. Похороненный на деревенском кладбище Скотт Вилсон, награжденный медалью за отвагу, наверное, в войне в Корее, это главный дизайнер сельской местности в Сан-Андреасе. Учитывая лень и нужду в экономии лишних нескольких мегабайт размера игры, можно не удивляться моментам, когда текстуры используются не по назначению в тех местах, где должны быть совершенно новые, словно затычка, дабы не оставлять часть модели прозрачной. Поэтому встречаем такой вот забор, верх которого имеет ту же картинку, как и бок, несмотря на то, что у текстуры забора есть ярко выраженный верх и низ. Также есть место, где дверь с тегом ранее упомянутого Мадера затыкает ребро козыряка строения на свалке в Эйнджел Пайне. Литл Леди. Магазин сексуальной фермерской одежды. На баннере имеет портрет девушки, у которой явно убрали один зуб и вставили туда очень неаккуратно рисованный одним цветом колосок с искусственно добавленной тенью, которая не совпадает по направлению света с тенью на лице. Поиск человека с этого фото в интернете также не дал результатов. Много автомобильных масел и прочих средств в интерьере заправки ГАЗЗО в Диле Муре. Наверняка это каталожные снимки позиций известных брендов, уменьшенных до катастрофически низких размеров, чтобы что-либо на них разобрать человеку, не водящему автомобиль в годы разработки игры. Единственное, что я опознал из всего ассортимента, это логотип Кастрол. Булочная Nice Buns в Монтгомере использует в названии долгоживущий мем про заезженные комплименты об отличных булочках. А слоган магазина We Always Got A Bun In The Oven – это идиома, относящаяся к состоянию беременности. В аэропортах в сторожевом помещении, а также на входе в недоступный нам бордель, за столом стоит монитор, на котором изображен скрин из какого-то 3D-редактора или программы по составлению карт. Но именно такого места и такого расположения объектов в Сан-Андреасе нет нигде. Есть такой вот погребальный магазинчик прямо на первом этаже жилой многоэтажки, в котором, как мы видим, не очень-то и старались с оформлением вывески, потому перекрасили старое название магазина с фотографией настолько небрежно, что можно даже увидеть диаметр инструмента, которым работал дизайнер. Железнодорожный вокзал Сан-Фьерро имеет небольшой набор текстур для небольших объектов в виде объявлений, реклам и вывесок, одна из которых – это афиша к фильму Discharger Evacuator 3, которой на лице дорисован смайл. Но эта афиша не похожа по дизайну на оригинальную, за исключением исходной фотографии героя. Очень и очень и очень ветреная улица имеет такое название вместо известной извилистой Ломбард Стрит в Сан-Франциско. Хотя, как и во многих случаях, имя картинки или TXD файла оставляет в себе полностью или частично оригинальное название мест, которые были взяты за основу. Статуя бейсболиста в Сан-Фьерро имеет текстуру, очень схожую на обычные текстуры пешеходов, но на ней использован фильтр рельеф и дорисованы трещины. Нет ни одной текстуры, подходящей под эту, потому есть предположение, что этим памятником стал планируемый для игры пешеход, который не удостоился остаться к выпуску игры. Как мы видим, текстура частично не совпадает с моделью, потому встречаются заметные швы и неподходящие области для такой модели. Наверняка для составления аналога мосту Золотые ворота кому-то таки пришлось идти на этот мост, дабы сфотографировать эти застекленные помещения. Игры того времени не учитывали то, что в отражении стекла должно быть то, что действительно отражается напротив. Поэтому мы видим отражение соседних таких же помещений, даже в стеклах, которые смотрят вдаль с края моста. Есть некоторое количество магазинов, где также есть намек на отражающегося фотографа в стекле. И тут я наткнулся на текстуры персонажей, которые не входили в игру, но о них есть отличное видео Вадима М с разбором абсолютно всех неиспользованных пешеходов, чьи модели и текстуры остались в архиве игры. За что ему огромное спасибо. Текстура клюшки для гольфа содержит в себе как минимум изображение электрошокера, рукоять от ножа или мачете, огромное лезвие и молоток-гвоздодер. Неудивительно, что название у картинки оружие ближнего боя. В текстуре лода билбордов есть черно-белый постер с женщиной, на котором написано «The Keep Me Sin», что в переводе «Это держит меня в стройной фигуре». А посередине постера его перекрывает красная надпись «Change Me». Я догадываюсь, что это был посыл или напоминание дизайнеру заменить постер на что-то другое, но в итоге эта часть изображения не используется в игре. Исходник постера мне не удается найти. Карта «Beta Vice City» с некоторыми отличиями от действующей карты в игре, которая встречалась рядом с гаражом Sunshine Autos, также присутствует и в Сан-Андреасе в мусорных баках определенного вида. В отличие от карты из Sunshine Autos, эта карта цветная и не имеет перегибов. Пропускная карточка «Chaff Security», принадлежащая вымышленному офицеру Пи Роулу, которому явно зачеркивали или перекрывали головной убор, впервые нам встретятся в полицейском участке Vice City в миссии No Escape. Потом последует уже в Сан-Андреасе в зоне 69 на протяжении задания Black Project. И третий раз мы ее увидим в доме Милли после 35% прогресса отношений. В первых двух случаях оставить былую текстуру на карточке было хоть как-то уместно, но получая карту доступа в казино Каллигула от девушки, принадлежащую этому же офицеру, на размер фотографии которого не поскупились, как минимум выглядит странно. В наборе текстур комплекса магазинов Лос-Сантоса я нашел странную рекламу, содержащую номер телефона, в котором некоторые цифры перевернуты, а также поверх них нанесены трафаретом новые, которые по размеру не вписывались, потому пришлось соскочить вниз. Текстура изначально неровная, потому скорее всего изменением в ней подвергся только текст об аренде, а как обстояли дела с добавлением перевернутого номера, никому неизвестно. Применения этой картинки не нашлось. И последнее на сегодня это отель в Лос-Сантосе с названием The Box Standard. Я сначала подумал, что автор модели неправильно вставил текстуру, поэтому мы видим ее перевернутой. Но на самом деле это не так, и этот ресторан является подобием реально существующего ресторана The Standard в западном Голливуде, который, к сожалению, в январе 2021 года планирует закрываться. А само английское выражение The Box Standard как болотно-стандартный означает обычный, ничем не применчательный или тот, в ком нет ничего особенного. Всем огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи!